С музыкой и фотоэлементами. В таких лифтах и застрять не страшно. В доме номер 36 по улице врача Михайлова их ждали почти полвека. Предшественники капризничали, могли незапланированно остановиться, погасить свет. Новенькие подъемники таким не грешат. Двери не закроются, пока, например, мама с коляской не зайдет внутрь, а приятный женский голос объявит этаж. У нас получается вызов на диспетчера, если кто-то застрял в лифте, нажимаешь, у нас происходит вызов связи. То есть можно, так сказать, погреться на убийство и сказать, что вы застряли в каком подъезде, хотя у них есть связь, которая отображает, в каком подъезде вы застряли. Монтировать новые лифты начали в августе. В доме семь подъездов. Подъемники заменили в каждом. На работу ушло 52 дня. За качеством установки внимательно следили жильцы. У них, в свою очередь, замечаний к бригаде нет. Вы знаете, почему-то было доверительно этим рабочим доверить наше производство лифтов. Не знаю, какое-то было доверие. Я не нагнетала, не ходила вот так над ними, вот так следила. Я только время от времени посмотрю. Но самое главное, что они были вовремя с утра и до самого вечера работали. Из своего кармана люди не могли оплатить подобные работы. Сумма выходила кругленькая. Помогла региональная программа модернизации. По поручению главы области из региональной казны направили 100 миллионов рублей на финансирование дорогостоящих видов капремонта. В 2022 году запланировано проведение работ по 87 лифтам в 31 многоквартирном доме. Из них 26 многоквартирных домов в городе Ульяновск и 5 многоквартирных домов в городе Димитровград. Следующий дом, где готовят к сдаче новые лифты на улице Варейкиса. Параллельно сейчас монтируют еще 71 подъемник. Каждый отечественной сборки. А значит, в случае износа деталей ремонт не займет много времени. Все комплектующие изготовят на наших заводах. Александра Никитина, Управда ТВ.